В зале заседания Попечительского совета Казанского федерального университета состоялось открытие третьей научно-практической конференции по нефтяной гидрогеологии, геохимии и гидромеханическому моделированию. Цель конференции, по словам организаторов, заключается не только в выявлении потенциала молодежи, но и в создании благоприятной площадки для профессионального роста и обмена опытом. Она способствует стимулированию научно-исследовательской активности участников, формированию коллегиального взаимодействия и поощрению инновационных проектов. В рамках конференции были организованы пленарные сессии, мастер-классы, пич-сессии стартапов по нефтегазовой тематике, круглые столы и многое другое. Для молодых ученых это идеальный шанс представить свои разработки, установить новые связи в научном сообществе и обогатить свой опыт общением с опытными коллегами, показать новые идеи и получить поддержку. Мы в этом направлении, вот Казанский университет, наша лаборатория, мы достигли определенных успехов в этом направлении. У нас уже десятки патентов по этому делу, десятки договоров с разными компаниями, с различными, со всеми крупными российскими компаниями работаем, значит, ТРС-нефть, ТАК-нефть, Газпром-нефть, Газпром мы работаем. То есть геохимия такая вещь, которая очень быстро развивается. И сегодня вот эти анализы, которые раньше стоили огромные деньги, сегодня дешевле осталось. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялось торжественное мероприятие в преддверии празднования Дня молодежи. Были подведены итоги плодотворной работы Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания за 2023-2024 учебный год, который был наполнен яркими и насыщенными мероприятиями, фестивалями и конкурсами, принес огромное количество побед и достижений в области молодежной политики. Лучшие из лучших студенты, преподаватели и сотрудники были награждены благодарственными письмами, сертификатами на реализацию проектов и почетными грамотами. Все они внесли и продолжают вносить большой вклад в деятельность и развитие нашей родной альмаматор. Обо всем подробнее расскажем в одном из наших следующих выпусков. Мой проект называется «Школа активов молодой Юлбарс», в чем состоит сам проект. Каждый год очень много первых курсиков приходят к нам в КФУ, и они не знают, чем заняться. Очень многие теряются в учебе, они не знают, чем заняться в свободное время. Именно поэтому мы хотим представить свою школу активов, в которой ребятам объясним, что вот у нас в университете есть такой замечательный студенческий спортивный клуб, как Казанский Юлбарс, что в нем можно быть активистом, что в нем можно участвовать. Так как мы знаем, что у нас немножко сместились даты, мы хотим полностью погрузить первокурсников в новую среду университета, показать, что это будет, как это будет. Проведем для них экскурсии по нашему зданию, много обширно, много лабораторий. Проведем экскурсии по истории КФУ и также вообще познакомимся с нашим студенческим активом, с нашим, в принципе, пребывательским составом. То есть это мероприятие, цикл мероприятий, который направлен на помощь студентам в адаптации в нашем новом университете. Наш проект, творческий призывающий форум «МАЯК», он создан для студентов с ограниченной возможностью здоровья. Данный проект реализуется на базе институтов и межкультурной коммуникации вот уже третий год подряд. В этом году, благодаря тому, что Казанский федеральный университет нам предоставил возможность выиграть кран в размере 95 тысяч рублей, мы его будем реализовывать в рамках УЖКФУ и надеемся на дальнейшее развитие нашего проекта. Я считаю очень важным помогать своему университету, институту. Именно в первую очередь они дают мне вдохновение, импульсы, много новых возможностей, благодаря которым я сейчас имею то, о чем, наверное, мог бы мечтать каждый студент. И неважно, я бы работал журналистом, телеведущим, старостой. В первую очередь я себе даю напомнить о том, что я студент Казанского федерального университета. И я могу постоять за свои интересы, дать толчок другим студентам на работу в университете. Это не просто студенты, это не просто творческие коллективы, наставники, преподаватели. Это целая огромная система, система, которая дает множество возможностей. Ведь студент, когда поступает в Казанский федеральный университет, он изначально выбирает свою специальность, он выбирает институт, он смотрит на инфраструктуру. Но только становясь студентом первого курса, он уже поглощается в большой мир, и перед ним открываются разные возможности. Ты можешь войти, влиться в творческую волну и впоследствии стать руководителем творческого коллектива. Ты можешь продолжать свои спортивные совершенствования и приносить в копилку спортивных достижений университета новые победы. Ты можешь творить и открывать, попасть в команду новых, соответственно, проектов и стать участником многих социально значимых форумов большого всероссийского масштаба. Ты можешь заниматься наукой и развивать свои открытия, которые будут также идти в копилку Казанского федерального университета. Ты можешь быть просто с активной гражданской позицией, ты можешь принимать участие в бодрабольческих проектах. Их на самом деле направлений большое количество. При участии представителей Казанского федерального университета в кабинете министров Республики Татарстан состоялся брифинг, посвященный особенностям приемной кампании вузов Республики Татарстан в 2024 году. Ректор вуза Ленар Сафин представил актуальную информацию на сегодняшний день. Казанский федеральный университет представлял ректор вуза Ленар Сафин. Также присутствовал ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик. В онлайн-режиме присоединились представители вузов всей республики. Брифинг стартовал с выступления Ильсура Хадиулина. Министр представил актуальную информацию на сегодняшний день. Так, из его речи следует, что прием на предстоящий учебный год на программы высшего образования ведут 45 образовательных организаций, 28 из которых государственные и 17 негосударственные. Отвечая на главный вопрос всех абитуриентов о количестве бюджетных мест, Ильсур Хадиулина рассказал, что по итогам открытого публичного конкурса для приема на новый учебный год, республике было выделено 22 021 место. Также особое внимание было уделено вопросам целевого обучения. До настоящего времени не было регламентировано порядка заключения целевого договора. Отсутствовал единый перечный работодатель и заказчиков. Как правило, абитуриенты самостоятельно обращались в организации для уточнения потребностей специалистов. С текущего года, в соответствии с установлением, все предложения о целевом обучении не последний 10 июня подлежали размещению заказчикам целевого обучения на портале работы в России. Для приема на 24-25 учебный год с трудноустройством Республики Тарстан на портале работы в России размещены 1585 заявок от работодателей. Сразу после выступления министра образования и науки Республики Тарстан об особенностях приемной кампании Казанского федерального университета рассказал Ленар Сафин. Ректор ВУЗа озвучил план приема на этот год. 16 тысяч человек, из них бюджетных мест почти 7,5 тысяч. Наиболее востребованным специалистам, по словам ректора, обучают в Институте информационных технологий и интеллектуальных систем, в Химическом институте имени Бутлерова, на Юридическом факультете, в Институте вычислительной математики и информационных технологий и Институте международных отношений, истории и востоковедения. На сегодняшний день в Казанский федеральный университет подано более 10 тысяч заявлений от абитуриентов. Ожидается, что общее количество заявлений к концу приемной кампании достигнет 180 тысяч. Кроме того, в этом году КФУ начал прием на новые образовательные программы «Искусство и гуманитарные науки», «История искусств», «Публичная политика и социальные науки». Отдельно в ходе своего выступления ректор остановился на программе поддержки талантливой молодежи, реализуемой в университете. С прошлого года мы единовременно, если к нам будут приходить такие ребята, будем уплачивать 100 больников по 100 тысяч рублей, 200 больников по 200 тысяч, 300 больников по 300 тысяч. Их, значит, этим же балом, мы приемлемо, значит, олимпиадикам, которые выиграли олимпиады на федеральном уровне, также будет на временном выплату, получат 300 тысяч. Ну и категории, которые определены миногром науке, я имею в виду, по нашим специалистам по олимпиадам, это единовременная выплата, таким образом мы мотивируем ребят приходить к нам. Также в этом году мы по двум специальностям, а это радиофизика, астрономия и прикладная математика, информатика за счет средств университетов повышаем стилент базовых стипендий. То есть если базовая стипендия с 2400 рублей, то на эти специальности предназначение будет получать базовую стипендию 4000 рублей. Напомним, что по решению ректора в 2023 году КФУ за счет собственных средств повысил стипендию отличникам до 5000 рублей, что стало дополнительной мотивацией для успешной учебы и привело к увеличению отличников в УЗИ на 10%. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Универ Новости. В информационном агентстве «Татаринфорум» прошла пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению приемной кампании 2024 года в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, в том числе в Высшей школе национальной культуры и образовании имени Кабдулутукая. Подробнее о том, сколько бюджетных мест предоставлено институту в этом году и какие новые направления подготовки предусмотрены, расскажем далее. Приемная кампания – это, пожалуй, приоритетная деятельность Казанского федерального университета на ближайший месяц. Сотрудники ВУЗа ежедневно активно помогают абитуриентам с выбором направления профессиональной подготовки и правильным заполнением бланков приема. 25 июня в информационном агентстве «Татаринфорум» представители института рассказали о приоритетных и новых направлениях обучения, проходных баллах, бюджетных местах, культурной и спортивной жизни студентов и многом другом. Ежегодно мы проводим опросы среди родителей, среди школьников, среди руководителей и педагогических работников образовательных учреждений и, соответственно, вносятся коррективы и в части внесения корректив программы, названия программ, но и в части содержательной тоже имеются определенные изменения. в качестве дополнительного профиля в этом году добавили на программе русский язык китайский язык, то есть будет программа педобразования с профилями русский и китайский языки. По программам в области филологии тоже есть определенные изменения. В этом году мы осуществляли набор на программу жестовый язык. В основном мы акцентировали внимание на русский язык. В этом году по просьбе родителей и абитуриентов мы добавляем еще и профиль английский язык. То есть в области жестового языка у нас вот такие изменения. Как отметил Радзив Замалединов, директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, в этом году институту выделено 498 бюджетных мест, из которых 292 места предназначены для подготовки на бакалавриате, а 206 для магистратуры. Количество бюджетных мест в сравнении с прошлым годом было увеличено на 31. Также во время пресс-конференции обсудили одну из стратегически важных задач развития – подготовку высококвалифицированных специалистов билингвальных и полилингвальных направлений. По словам Рамиля Мерзагитова, декана Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая, данное направление имеет широкий спектр развития. Это направление, которое изучается в нашем институте родной язык литературы, это и филология, и перпендр татарского языка. Это уже единственное направление в Казани, в республике Татарстан, где преподается как предмет в высшем учебных заведениях. Каждый народ должен знать свой родной язык, поэтому это, конечно, не только должны знать родной язык, а изучить историю языка, происхождение языка. И они полноценные знатоки своего родного языка в будущем. Есть несколько направлений, которые на сегодняшний день очень актуальны. И мы на форуме деловой партнеры Татарстана с участием РАИС Республики Татарстан, Устана Наргалича Мениханова, озвучили идею, потребность в том, что данные специализации, они очень актуальны и очень нужны. И на сегодняшний день, когда каждый абитуриент или потенциальный студент поступает в Казанский федеральный университет, конечно же, он окунается в эту атмосферу, атмосферу национального, национального Татарстана. В то же время данный институт позволяет полностью проникнуться и участие в мероприятиях, которые нацелены на сохранение и национальной и детической статарского народа. Это и научно-политические конференции, это и мероприятия, и студенчество, и вся вот та атмосфера, то пространство, которое консолидирует, объединяет и нацеливает их на это, это, конечно, очень важно. Отметим, что Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета ежегодно выпускает множество конкурентоспособных специалистов в разных отраслях в медиасфере, педагогике, филологии. На сегодняшний день в институте учатся около 5000 студентов, из которых одну треть составляют студенты из дальнего и ближнего зарубежья. Адалина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова